Эй, Варя, ты слишком долго слава Вы все рады вас снова видеть, проходите Геннадий, 60 лет Спустя 15 лет брака, жена изменила ему И тем самым помогла принять решение о разводе Геннадий, заместитель главного редактора еженедельной газеты Для души работает инструктором по дайвингу Геннадий не свяжет свою жизнь с надменной женщиной Которая будет предъявлять ему завышенные требования Своей избранницей видит добрую, легкую на подъем оптимистку С ярко выраженными женскими формами Здравствуйте, друзья мои, снова рады вас видеть Вы уже приходили к нам и боролись за сердце балерины Джульетты Давайте напомним, как это было Здравствуйте, Джульетта Здравствуйте Это вам немного красоты природы, вдобавок к вашей красоте Сознаю, что она мало что добавит, тем не менее Спасибо А вы в хорошей форме А то вот, Джульетте, ну, чтобы мужчина был в хорошей форме Ну, ты же видишь, посмотри, потрясающе Нет, я-то вижу, но, может быть, Джульетте нужны подтверждения Ну, можно сказать, что два года назад Мне приглашали принять участие в чемпионате Европе По спортивной подводной стрельбе А в прошлом году оригинальное соревнование Ну, международное, но оригинальное Ларис, хочешь кислородиться? Ура! Мне очень нравится, что он занимается спортом И тем более подводным плаванием Да, я так поняла Вы развелись из-за измены жены Ну, в конечном итоге, да А вы изменяли по закону плоти, по зову плоти Или так, просто по глупости? Может, и мстили за что-то? Да нет В конечном счете виноват в большей степени я Потому что мне грех обижаться на жену Красивая, высокая, стройная, хозяйственная Вы бы хорошо смотрелись вместе Ты думаешь? Ну да, видно, что он Он, наверное, метр девяносто ростом И ты метр семьдесят пять Красивая пара была У нее случилось в вашей семье Нельзя говорить, что у нее, потому что вы были в браке Большая беда Вниматочная беременность, после которой она не смогла зачать И у нее появилась навязчивая идея адаптировать ребенка чужого Вы были категорически против, правильно? Ну, я бы не назвал это навязчивой идеей Это идея вполне естественная для любой женщины И не сказать, что я был категорическим противником Но не был сторонником Главное, чтобы мужчина нашел во мне родственную душу И я нашла в нем свою родную душу Потом вас еще очень как-то раздражало и обижало Что дома она была не прибранная Халат засаленный Ну, в общем, как многие женщины Мы все этим грешим А выходила в люди, как на парад А вам хотелось, чтобы и для вас она немножечко постаралась, правильно? Ну, насчет того, что выходила в люди, как на парад Это совершенно верно Ну, разумеется, она отдыхала В выходные дни, когда находилась дома Поэтому вот мы, восточные женщины, паранжу носим Да На улицу выходим АБК, паранжа закрывает А дома мужа А в мексиканских сериалах она и вовсе с третьего этажа На шпильках спускается к нему, да, завтрак подавая Это еще что? И спит в макияжах А когда по пляжу наши русские барышни ходят на шпильках По песку и по камням В общем, шлепанцы на шпильках И это, ну, завораживает, я вам хочу сказать Если я занимаюсь спортом, прическа, конечно, у меня есть И спортивный костюм Макияж я не считаю нужным делать ярким Если я иду на званный вечер или на день рождения Конечно, обязательно макияж Надюша, ты всегда хорошо выглядишь Я считаю, что мужчину нужно уважать И мужчины не всеядные Знаете, поэтому все эти разговоры Полюбите меня черненькую, пушистую Меня каждый дурак полюбит Это неправильно Это и самоуважение женщины И уважение к тому, кто с тобой рядом Ну, правда, но это же не так долго и трудно прибрать себя с утра А не выходить, как я, с зубной щеткой в волосах Понимаете, чтобы волосы не мешали Я не верю, что вы... Ну, мужчины снисхождением Это ужас Если вы меня видели, я каждый раз после программы думаю, вот больше я так делаю Это ужас А хочешь, я тебе пришлю фотографии? Тут ты трусная Мало того, я еще не успела умыться У меня уже такой маленький пылесос Я собираю крошки Мне тоже пришлите, пожалуйста Я вам пришлю, правда Ужас Но многие находят это милым Я думаю, что женщина должна постоянно за собой следить Неважно, дома она находится, на работе или на улице Она это делает для себя, любимой Скажите, а когда у вас у 31-го летнего завязался романс, у 18-летнего Вы уже были в разводе или это все в браке происходило? Нет, это происходило в браке Ну, как настоящая любовь, это было спонтанное Когда не прикажешь сердцу, когда рождается сама по себе Ладно, только бы сердце не прикажешь А младшему брату тоже, ну, как поводырь-паразит Куда он, туда и ты за ним, вроде взрослый человек Надо знать нюансы Что там было в его семье? Может быть, не все так гладко было? Ну, в любом случае, я всегда за честность, конечно Но не могу ставить штампы и не буду для человека А куда невесту сейчас приведете? Есть у вас что-нибудь? В Третьяковскую галерею А здесь риелторская контора или же, которая занимается подбором Я и ту, и другую, я еще и адвокатская контора Да, и адвокатская, и какой хотите, собственно говоря, контора Я так понимаю, что вы снимаете Вот мне, кстати, вопрос это очень интересует У вас деньги-то есть, чтобы купить квартиру, а вы почему не покупаете? То есть я нужен как источник получения какой-то жилплощади, улучшения жилплощади И это в том числе Или же нужен все-таки человек, нужен мужчина Хорошо, а какая от вас польза, как от мужчины? Вся, которая может быть от мужчины Ага, я готова вложиться и купить вместе с мужем квартиру, чтобы на равных участвовать в создании семейного гнездышка Внуков готовы? Вот у невесты будут внуки Готовы поддерживать, вкладывать финансово в них? Отдыхать вместе, сил еще есть? Или огородик какой-то у нее там Людей путешествовать, нужна женщина Огородик там пахать надо Хозяйственная, легкая на подъем Любящая путешествовать Что ты говоришь, а на путешествия деньги нужны? Лучше блондинка А путешествовать куда? Если в Монако, в пять звезд, это одна история А у нас страна необъятная, есть еще байдарки, палатки Да, в нашем возрасте, да, шейку, что там, бедра сломать, знаешь, на раз-два-три просто-напросто А потом не оклемаешься Хорошее дело, говорю, вот и польза Значит, если вы вдруг заболеете, ведь болеете? И все мы болеем И ты болеешь? И я болею А за мной, вон, я, вон, с ногой у меня была травма Дети пробежали, знаешь, не мужчина, много Все при СМС-ли, ой, Роза как-то несчастный, бедный Никто не прибежал, дети только прибежали Вот, а вы же, за вами ухаживать надо А ей какая польза? За мной не нужно ухаживать Какой ухаживать? Только что накануне этой съемки, вот 5 минут назад, мы определили его планы на июль, август, сентябрь, октябрь Два месяца он проводит в Анапе, два месяца в Крыму Я сына поставила на ноги, я планирую свои силы отдавать и силы, и финансы на путешествие, чтобы мир познавать А потом представляешь, какие легкие у Геннадия? Он чем занимается, дайвин А давайте посмотрим, чем занимается Здесь такой лозунг, не проходите мимо Я вот тоже стараюсь не проходить мимо тренажеров, потому что сейчас они есть буквально в каждом дворе, а также там Потянуться Обалдеть, друзья Действительно обалдеть Это правда, но это нереально Крышков, шестой и автогон Слушайте, ну так я даже не делаю Вы крутые, это правда Да А вот это вот Слушайте, ну это что делать? Пока на водоемах запретный период нерестовый, можно потренироваться и в бассейне Ты посмотри, что делает Просто пацан А как он выглядел на чемпионате мира по подводной стрельбе на Сицилии? Нет, просто мальчишка, конечно форма Отличная спортивная форма И вот так подтянуться, отжаться, покачать пресс, это сложно, я знаю, я занимаюсь Вы как-то правильно живете, и вам хочется действительно сказать, что ну не гоже вам жить без пары Потому что вы можете осчастливить какую-то прекрасную, замечательную женщину И вы должны это сделать Я сегодня просто растараюсь, чтобы вы не ушли один Я бы с удовольствием с этим мужчиной Ходила бы в бассейн Занималась бы на тренажерах И обучилась бы подводной стрельбе Каких стоит опасаться вашему другу, женщин, как вам кажется? Вообще мы посмотрим на тех, кого сегодня нам покажут Пока вы навскидку сказать не можете Мне кажется, его потенциал такой, что ему опасаться нечего Дайвинг, это моя мечта, научиться нырять Тем более, ты ходишь плавать каждую неделю в бассейне У Геннадия, если мы говорим о его предпочтениях в отношении женщин Комплекс ожиданий в моем представлении сложный Это значит, что Венера расположена очень ярко, но слабо А Луна сильная Что это такое, если переводить с астрологического на русский язык? Это значит, что вы влюбчивы И в молодости были довольно страстным человеком И выходить за вас замуж, когда вы были очень юным мужчиной Было, в общем, достаточно опасно Потому что вас могла воспламенить какая-то иная женщина Но в возрасте зрелом мужчины этого плана становятся хорошими С точки зрения семьи, Луна в весах Я бы сказала, характеризует мужчину как хорошего семьянина Но очень важно, чтобы женщина попалась яркого склада Вот из тех, кто нравились вам в молодости Она не должна быть тихо, неспокойно и забитой И именно с такой женщиной-огоньком Вы сможете спокойно договариваться и комфортно себя чувствовать в течение жизни Я бы сказала, что именно сейчас вы являетесь хорошим, безопасным мужем Здорово! Давайте будем такую искать Проходите знакомьтесь с первой невестой Удачи! Здравствуйте, Геннадий! Хочу судьбу свою встречать с улыбкой, с сияющими искрами в глазах Дать старт любви еще одной попыткой и благословение ждать того на небесах Спасибо! Итого! Очень приятно! Очень приятно! Надежда, 56 лет 23 года проработала в банке, сейчас на пенсии Ходит на танцы, играет в большой теннис и раз в месяц ездит за границу Гордится внуками, мечтает иметь домик у моря Признается, что хотела бы усыновить ребенка Желание развестись с мужем появилось у Надежды уже на следующий день после свадьбы Но осуществить его она смогла только спустя 14 лет семейной жизни Надеется, что Геннадий не обманет ее надежд Что же такого произошло у вас после свадьбы, что вам сразу же захотелось развестись? У него оказался хвост и копыта, когда ночью проснулись Красивая женщина Приятная женщина До свадьбы человек вел себя спокойно, хорошо, нас познакомили друзья А на свадьбе произошла ситуация не очень приятная Невеста в платьице открытом, карманов нет Муж, жених, он в костюме с карманами А денежки все дарили, да И он их складывал И когда свадьба уже закончилась, наши друзья уехали Оказалось, что у нас нет денег на такси И он сказал, на такси мы не поедем Ну а девушка гордая Я развернулась, половина свадьбы А на автобусе? Мы ехали на метро и на автобусе Это в свадебном-то платье? В свадебном платье, с цветами Нет, ну это жлобство, конечно А что, родители ваши что? Мои родители умерли То есть к тому моменту он был фактически единственным родственником? Да Поехать с ней, с такой красивой, волшебной женщиной Не так на такси, а на общественном транспорте Это, конечно, очень показательный поступок Вы все равно приехали парой Приехали парой И это образно говоря, на следующий день захотели развестись? Нет, не образно Или прямо в прямом смысле? В прямом смысле Но я проснул, я еще с вечера захотела Но с утра я проснулась, все в цветах Мой ребенок у первой моей свекрови И мне был... А то есть вы замужем с ребенком выходили? Я выходила замуж с ребенком Первый муж у меня умер Замечательный человек, любимый папа Он несчастный случай, искропостижный За одну неделю здоровый человек-спортсмен Ну, скажем, врачи неправильный диагноз поставили И он был спортсмен? По какому виду спортсмен? Там, вы знаете, там нелепая ситуация Дверца от шкафа на него упала И начался сепсис А врачи грипп поставили Ну, в общем, какая-то совершенно нелепая Вот такая вот дурацкая ситуация Заражение кровью От этого не умирают Когда речь идет о смерти Слово нелепость не очень подходит Но оно просится Ну, действительно, как-то нелепо И тут, наверное, правда Какие-то высшие силы здесь поучаствовали Смотрите, вам 56 лет Геннадию 60 Вы в прекрасной тоже физической форме Да Очень ухоженная Скажите, а чем вы увлекаетесь? Вы сейчас на пенсии, внуки А для души что? Ну, я вот с октября живу в Сочи Почему так? Я прилетела из Сочи сейчас Почему такой выбор? Купили там что-то? Да, квартиру купила Какая молодец На пенсии, я знаю, купила Квартиру, да То есть вы не заморачивайтесь Внуки, помощь Я их очень люблю Вы проживаете свою прекрасную жизнь Давайте посмотрим, у нас видео Да, давайте Ну, новый дом В котором у меня хорошая квартирка в Сочи Дом красивый С пальмочками, с камушками В море рядом 10 минут Ну, сейчас планка закончится Чуть-чуть осталось работ И мы сможем здесь жить И купаться в море Это моя квартирка В которой я сделаю ремонт Вы смотрите, какие красивые цветочки Это будет кафе Из окна видно море А из окна видно лурахун То есть тоже в бане Вы будете смотреть на море Это тот, в котором я живу пока временно Как ремонтируют мою квартиру Я сразу переедусь в свою квартиру в Сочи Здесь тоже красиво 50 метров от моря И цветы, и природа Так мне здесь нравится Утренняя пробежечка Входные пробежки Мы переходим к водным процедурам О, теперь мы катаемся на велосипеде Смотрите, после демократики и пробежки Мы можем покупаться в горячем шарфике Привет еще раз Из спортивного зала В залы ходить обязательно Я очень люблю Три года Не периодом труда Вот и Строимость поддерживает Настроение поддерживает И скорость увеличивает Увеличивает Всю свою сознательную жизнь Занимаю спортом Я по мэс По бегу На танкет-станции Свинтар Занимаюсь танцами И занятия в зале Способствует Всем Всему Виза Я более достойного примера Вот чем наша прекрасная надежда Еще не встречала Как можно Вот так органично Вписаться в свой возраст пенсионный Какая вы молодец И знаете То, что вы не молодитесь То, что вы не пытаетесь выглядеть девочкой То, что вы занимаетесь Вы такая активная Ларисенька Вы заслужили Эту жизнь Вы ее заслужили Умница эта женщина Она занимается собой И физкультурой И фитнесом И радуется жизни И не ждет, что ей кто-то что-то даст У вас есть три бонуса Свидание наедине Скелет в шкафу И семейная традиция Или тайна Наверное, начнем со скелета Ой, какой же скелет Может быть у такой красавицы Помнишь? 18 плюс Что это? Порнушку любите? Спасибо Нет, нет, нет Ну, у меня был молодой человек Которому был 27 лет Мы прожили год Он из Сербии А вам сколько было? 55 Прекрасно Молодец А куда он делся? Он в Сербии Он из Сербии Он и живет в Сербии Слушай, если вы вкусили уже сладкого Ну уж вряд ли придется на постное Она всегда хорошо выглядела И за ней вот я просто Кроме как подруга Это тоже мировая тенденция Не надо оправдываться Это прекрасно Но для мужа Для защитника Для опоры Я бы не выбрала себе Молодого парня Покажите сюрприз Я знаю, сербы любят старшую У меня тоже были такие прецеденты Но я не встречалась Я не могла У меня, правда, 30 было Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Какая молодец Наденька, забирайте своих подруг Они восхитительные просто Цветочки не забудьте Тут я смотрю, что у этого мужчины На эту женщину глаз не загорелся Он как был пасмурным Так и пасмуром остался То есть даже искрой У него в глазах не пробежала искра Валентина Николай, как вам? Мне очень понравилась Мы, конечно, посмотрим, что дальше Но пока я Но это естественно Но пока она мне очень понравилась Вот, спортивная Ну, я не знаю, удастся ли тебе из нее сделать ластоногую Возле моря стать русалкой? Это просто моя обязанность прямая Конечно Ты и так там русалка А теперь тебя еще будут в дайвинге рассматривать Удивительная какая-то женщина Прямо вот только что не блондинка А вам было предпочтительнее бы блондинку Но все остальное Вот то, о чем мечталась Роза? Мне Надинка понравилась Но относительно возраста А чего планку-то опускает? В конце концов, один раз живем Если она энерджайзер Так пускай ей двигается дальше Так и Геннадий у нас тоже Не любитель дивана Ну, вы меня простите Все-таки раз, вот как она сказала Что у нее был молодой любовник Не переступит она Ладно, повезло один раз женщине Антиквариат Да ну перестаньте У меня есть квартира в Сочи У меня есть квартира в Москве Я еще сдаю квартиру Получаю пенсию И еще я в Сочи работаю Василиса Я считаю, что в ней есть Одно существенное достоинство для вас Она женщина-огонек Вот примерно тот типаж Задорный, энергичный Который вам нужен Но на мой взгляд Это та женщина, к которой придется тянуться Готовьтесь зажигать Соответствовать, ублажать Нравится Знакомьтесь со второй местной АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый день Здравствуйте Остроумна и скромна Теплом и нежностью полна С улыбкой каждый день встречаю Все трудности одолеваю Мария, имя у меня Приятно встретить мне тебя АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Очень приятно Спасибо И мне приятно с нами познакомиться Мария, 48 лет Руководитель отдела в проектной фирме Энергоснабжения Занимается дайвингом, латинскими танцами И скорочтением Мечтает увидеть Ниагарский водопад Гордится тем, что заняла третье место На конкурсе талантов Когда Мария соглашалась выйти замуж за мужчину своей мечты Она даже не подозревала, что обрекает себя на кошмарную жизнь с домашним тираном Надеется, что Геннадий будет ей добрым мужем Вы дайвер? Да, я дайвер Какой стаж? Я не профессионал Я 6 лет занимаюсь погружением с инструктором Красивая женщина Приятная, да? Да Очень миловидная такая, да А давайте посмотрим, как вы погружаетесь А почему он вас держит? У меня нет навыков Я не... Каждый дайвер Если он профессионал Он знает Как отходить с оборудованием Это страховка Я думаю, вам достаточно, правда? Что? Достаточно этого, нет, Геннадий? Достаточно Мне странно, конечно, что пришла она одна Да, почему-то без подруг, да? Мне это непонятно Без поддержки, это сложновато Как так случилось, что вы не разглядели в собственном муже тирана? Почему вышли замуж за него? Мне, как молодой девушке, очень нравилось, как за мной ухаживал мужчина Как ухаживал? Он предугадывал мои желания Он подавал руку Он всегда хотел сделать мне приятное То есть отношения очень подкупали Так как мне было лет, всего 17 лет, когда мы познакомились с ним И в 20 лет я вышла замуж Я не видела Не было с чем сравнить? Не было с чем сравнить, опыта не было Скажите, а как скоро поженились? Через три года мы познакомились в подводном училище То есть у вас было достаточно времени, чтобы разглядеть? Три-четыре года, ни сном, ни духом? Ну, я могу сказать, что как можно лучше узнать человека, если с ним встречаешься Не жили вместе? Один раз в неделю? Не жили вместе? Нет, нет, нет У меня очень сложно Хорошо Воспитание мамина Ну, конечно, женщина не пойдет никогда с заведомо плохого человека Она думает, что это вот он Ее принципы Когда вы поженились, вы стали жить у вас, да? С вашей мамой? Да, у меня со мной была мама и бабушка И нас двое И первый раз, как он себя проявил, орал так, что у вашей мамы случился инсульт? Да, это была очень грустная история Если мы как-то немножко ссорились, мы старались на улице, чтобы нас не слышали никто Какие-то были небольшие моменты Просто мне не нравилось, что он всю свою зарплату, тогда стипендию, тратил на себя и на книжки Я зарабатывал не очень много Я как учитель музыки в школе, в детском саду Ну, то есть конфликты все случались из-за того, что... Из-за финансов, чтобы он думал о себе, а не думал обо мне Сложно представить, что он будет кричать, мне кажется, он... Все вопросы решают в таком спокойном режиме На что вы жили? Он хотя бы продукты какие-то покупал? Мы жили с ним вдвоем из нашего совместного опыта, совместной жизни только 4 года То есть 2 года мы жили вместе Мы жили у меня, но это был не очень долгий срок, потому что его отправили на Камчатку Дома он ничего не покупал, а на корабле он хорошо питался Дома он не покупал, ведь я вас перебью, что дома не покупал, потому что покупала мама и бабушка Либо я покупала продукты Ну, например, месяц, два, три ничего не приносит Просто к ужину вы садитесь, а его не зовете и все Ну, это не в правилах моих В правилах, но вопросы тогда как-то надо выяснять с ним Ну, мама не хотела вмешиваться в мою жизнь Мама, которая после инсульта, пережив от этого подлеца, еще не хотела портить вам жизнь, он уже вам ее испортил? Она мне сказала так У тебя два пути Либо ты смиришься и будешь жить среди ребенка, но ты будешь несчастной женщиной Либо ты все бросишь и начнешь жить заново Ну, так и что, и на заново бы начали? Домашнее тиранство – это вот не пожелаешь врагу Правильно, с этим я согласна Посмотрите, последней каплей стало то, что когда он один-единственный раз по вашей просьбе читал сыну стихотворение И ваш ребенок какое слово не мог выговорить правильно в полтора года? Ребенок в полуторагодовом возрасте не мог выговорить слово шлагбаум Шлагбаум, и он его избил Он стал его бить, и я заступилась Да я его убила заступиться Скажите, пожалуйста, Мария, ребенком не занимался, деньги не приносил, вы испытывали бесконечное унижение Я не понимаю, это все-таки был не 17-й год Вы жили не в деревне, где отбирали паспорта Вам всего 48 лет Это было не так давно, когда разводы, в общем-то, случались Никто вас бы не судил, не осуждал Почему терпели, не понимаю, просто не понимаю Кто-то жертва, кто-то тиран Бывают разные, но противоположности сходятся Может быть, им было комфортно каким-то образом Так же тоже любят некоторые Мало того, мне позвонил его друг и сказал А вы не хотите вернуть деньги? Я говорю, какие деньги? Ну как же, ваш муж занимал деньги, чтобы выслать вам? Я говорю, он мне не платил денег, никаких не давал на ребенка Как же это? Ну, в общем, мы ищу плюс офис Сколько лет назад развелись? Ну, давно Не было тогда 25 лет Сколько сейчас ребенку? Ребенку 27 То есть он самостоятельный? Да А больше муж никогда бывший не преследовал вас? Он мне алиментов не платил Он вообще забыл, что у него есть сын Ты бы стала терпеть, наверное? Второй муж мой ударил ребенка И... Это закончилось разводом Вы самостоятельная женщина, у вас есть квартира, сын самостоятель? Да, я самодостаточная, да У меня есть квартира, занимаюсь... В какой город живете? Санкт-Петербург Как вам Санкт-Петербург? Очень красивый город Очень Я бы с удовольствием показала А пустили бы на свою территорию? Что показывать-то? Я бы пустила, но у меня квартира небольшая, но думаю, это не проблема Ну, а ты бы привела его к себе? Конечно Он очень симпатичный Как проводите свободное время? Я занимаюсь танцами, сальса и бачата Мне очень нравится латиноамериканская музыка и танцы Потому что они зажигают не только глаза, но и кровь Правильно Начинают бурлить Поэтому я бы с удовольствием предложила бы вам потанцевать Ну, перед тем, как вы предложите, у вас все-таки остались два бонуса Свидание наедине, семейная традиция или тайна? Свидание наедине Ну, еще бы после таких обещаний про сальцу Проходите Перескрывайте, пожалуйста Закроем, чтобы никто нас не видел, не слышал Да, никто не мог подслушать, о чем мы будем говорить Да Мне очень заинтересовал ваш интеллектуальный потенциал То, что вы занимаетесь дайвингом Мне это очень близко Я, конечно, бы хотела просить, чтобы вы меня научили заниматься подводной охотой Без проблем Воистину, такое терпение во всем мире у женщин Представляете, какой процент и везде помогают на уровне правительства Женщин, подвергающим все насилия Я ее тоже слушаю Ну, скажем так, в качестве примера То есть я замуж выходила И вообще, уж извините, мы все тут взрослые сидим, уже как бы пожилые, в принципе Я не знала, что такое оргазм И что? И не знала бы А при чем здесь? Нет, я к тому, что и терпение там же Если она говорит, что, а как все так жили Кстати, оргазм случается, если у тебя терпение есть Я впервые встречаю мужчину, который гружается, которому нравится этим заниматься И особенно, большая редкость, что вы занимаетесь подводной ловлей, да, или подводной стрельбой Охотой Охотой, да, извините, пожалуйста Солнце в 17-м градусе Козерога Там символ этого градуса Это порабощение человека Но не другим человеком, а социумом как бы Я думаю, что мама не столько и не только, как она сейчас говорит Давала ей возможность делать выбор, сколько тихо вздыхала Ну что ж, вышла замуж терпее Вот я думаю, что-то вот Ну все так живут, не пьет хорошо Что-нибудь в этом роде Я не хочу маму в этом голословно обвинять Ну может быть не мама, а бабушка, может быть подруга Я думаю, что это вот некое общее социальное давление такое И она изначально еще дополнительно не видела природы его То есть действительно она выходила замуж как с завязанными глазами Он был другим человеком Там есть факторы, которые об этом говорят Ну и что? И уже выбрал терпи, называется Что совершенно неправильно, в корне неправильно Ну, знаешь, кому-то повезло эволюционировать и узнать разницу Кому-то не повезло А моя невеста, как сейчас помню, когда вышла замуж за моего брата Говорит, Роза, а что, почему мы так, почему так все плохо? Я говорю, а послушай, если он пиво пил до свадьбы И ты видела, какие у нас родители Что-то вдруг решил, что он изменится Ты сама об этом постоянно говоришь Да Что с чего? Она так же выходила замуж Ей тоже сказала, что вот сейчас она утром встанет И все будет, все другое Не будет А потом ничего Да я сейчас ей поклон низкий в ноги Что, слава тебе, Господи, что так Что она его не бросила, когда он зрение потерял И с ним прожила И сейчас счастлива И он молодец В конечном итоге Ну, это уж к старости, к 50 годам До него, наконец, дошло С кем живет? Он теперь сейчас в ногах у него валяется Спасибо, Раечка, дорогая, что не бросила меня инвалидам И все дело даже пить бросил А сюрприз готов у вас? Да Может быть, сразу покажете? А, о чем они, интересно, в комнате разговаривали Ужели Да Любопытно Смотри, как она вышла Наверное, что-то интересное Ну, видно, что невеста ему понравилась А вот там Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы, всем на дно Там бы, там бы, там бы, там бы пить вино Там под океаном, трезвый или пьяный Не видно все равно Эй, моря Ты слишком долго плавал И я тебя успела разлюбить Мне теперь морской по нраву дьявол Его хочу любить Спасибо большое, спасибо вам А вот значок этот Все-таки Андрей Петров, композитор, царство ему небесное Был гениальный Пела, конечно, она не очень Что-то поговорить Ну, она старалась Ну, художественная самодельность На уровне художественной самодельности, вероятно, это неплохо Валентина Николай Женщина очень позитивная И то, что, понимаете, вот чувствуется у меня такое благородство Присущее жителям Санкт-Петербурга А тем более, что она еще дайвер То это вообще это самое Я считаю, что человек, побывавший единожды под водой Он никогда не расстанется с этой стихией Я все-таки очень надеюсь, что он выберет именно меня Потому что такую женщину, которая бы могла сама заниматься дайвингом Которая бы приносила это удовольствие Которая бы разделяла его самые сокровенные желания В том плане, что ему нравится заниматься дайвингом Лучшая женщина, чем я Думаю, вряд ли он сможет найти Вы 60 лет жили вдали от Марии У вас сложились не то, что привычки Все, вкусовые пристрастия Так как вы любите спать, вы по-другому уже не станете У вас для притирки нет возможности уже И Мария не будет вас переделывать Не будет вам делать замечания Не будет страдать, вздыхать и так далее Она будет радоваться Потому что такую тяжеленную То, что вы уже человек, не тиран, приличный Ей уже этого будет достаточно Лариса меня увидела Она увидела мою суть Мне очень приятно, что нашла отклик в ее душе Разрешите ей ходить на танцы Но при этом помните, что танцы все-таки парные Я вас вон вытягивала Вы говорите, нет, нет, нет Я не готов, потому что не умею А что не? А что я тоже? Ну, знаешь, в конце концов Можно грязь найти не только в зале для танцев Я готова Я думаю, что он захочет танцевать Когда поймет, что это не так сложно Но какое удовольствие Это доставляет Знакомьтесь с третьей невестой Здравствуйте, Геннадий Меня зовут Рауза Я всегда мечтала стать русалкой Может быть, как раз вы будете тем мужчиной, который меня научит Этому Спасибо Рад знакомству Спасибо Спасибо большое Рауза Из ваших? Из ваших Из ваших Я хотела вас угостить Недавно была в Тульской области Это русская национальная традиция Пастила Ну, заметно, что она ест пастилу Часто В чем заключался обман вашего мужа, что вы к нему не стали возвращаться? Ну, на тот момент он уже перестал быть моим мужем Но мы с ним Официально мужем Но мы с ним продолжали, можно сказать, жить так периодически Потому что чувства нас не покидали Обман состоял в том, что Он мне предложил в очередной раз попробовать Попробовать начать новую жизнь Очередную И сказал, что Он всегда мечтал о дочери И вот суррогатная Мать Вынашивает его ребенка И спросил меня Будешь ли ты мне помогать его растить? Я в этом услышала какой-то шанс Очередной шанс к новой жизни с ним Но потом оказалось Потом оказалось Что это не так Что никакая суррогатная женщина не существует А существует просто зарегистрированная жена Но вообще женщина должна хотя бы знать, с кем она встречается Женат мужчина, не женат мужчина Хотя бы паспорт-то Можно было посмотреть, узнать Послушайте, вы ведь не создаете впечатление наивной маленькой дурочки Начнем с того, что суррогатная мать Которая не будет вынашивать просто так мужчине ребенка Без контракта Нет, если там нет женщины, которая станет этому суррогатному ребенку матерью Я вам скажу, что как раз прошел бум у Киркорова, еще у кого-то А, то есть это было недавно совсем? Да То есть он себя решил сравнить с Киркоровым, видимо? Да, но у него всегда было такое желание Мании Величи Ну сказочник, что такие тоже имеются Но как-то, может быть, интуиция должна быть Какие-то сопоставлять вещи, да, нет Что происходило в жизни Да? А сын от него, да? Нет, нет Это от первого брака Скажите, пожалуйста, а за что тогда любили? Даже после развода не оставили его Балкоголик, непорядочный Его было за что любить Ну за что, перечислить Правда, было за что любить Ну, во-первых, он меня любил Вот Хорошо Он был большая умница Он большой профессионал был И часто он терял работу из-за своего беды Он выпивал настолько, что его начальник в любом состоянии ждал И вам приходилось буквально за ухо его тащить на работу Было так, да Да, не буду называть компанию Серьезно, очень компания Его проверяли, прежде чем взять И вы проверяли все серьезные органы, чтобы взять на эту работу Ну, то есть по таланту пил, да, как у нас говорят? По таланту пил, наверное, так Надо трезво смотреть на жизнь Алкоголик, даже каким бы он хорошим не был Когда не пьет Каким бы он замечательным не был в тот короткий период Пока он трезвый Не может компенсировать женщине то, что он пьет Никогда Сколько вашему сыну сейчас? 21 21 самостоятельно живете или с мамой? Нет, вместе В Москве? В Ближней Подмосковье Я сама продала квартиру в Москве И переехала в Ближнюю Подмосковье Ну, кстати, одной из причин было Это вот мой муж Потому что, чтобы окончательно порвать все Я уже понимала, что ну уже хватит Надо что-то уже сделать, точку поставить Последнюю Я продала квартиру и уехала Я бы никогда не уехала из Москвы Ни из-за мужа, ни без него Потому что Московская прописка А есть московская прописка Я пенсионер, да И пенсионные надбавки Это тоже очень важно Скажите, пожалуйста, ваш муж был Вот тот, с кем вы не могли долго расстаться Младше вас? Да На много? На пять лет На пять лет Он был, естественно, физически здоров Активен И для вас это очень важно В случае с Геннадием вас не будет смущать Вот эта самая разница в возрасте Вы, женщина, чувственно Это видно по тому, как вы выглядите Как вы сидите Как вы одеты Вам нужен прямо мужчина-мужчина Не тот, который горит на работе Горит под водою А горит в другом месте А он должен гореть в постели с вами Удивительно, что вы мне это говорите А почему? Я говорю, я это вижу Потому что, знаете что? Потому что я вообще забыла, что это такое У меня работа Только работа и работа Надя, я считаю, что она вообще тебе не конкурентка Ты такая вся хрупкая Такая вся стройная Ну какой, смотря вкусу, Геннадий У вас остался один бонус Семейная традиция Хотите узнать? Мы часто собираемся всей своей семьей Русско-татарской уже Потому что у брата Ну, все перемешано, да И все мы печем перемячики Перемяц Как это вкусно Вот И я их принесла сюда, чтобы вас угостить Только хотела подколоть Сказать, могла бы принести Спасибо большое Спасибо большое Спасибо большое Прощайтесь Прекрасно Слушайте, как здорово И вы вся такая прямо Такая вкусненькая, да? Сама как перемячка Мы когда в банке ездили к одной сотруднице Она была тоже татарочкой И мы говорили Ничего не надо Только перемяч Вы знаете, Геннадий Да Я сегодня не только невеста Я сегодня немножечко фея Я знаю, что нужно мужчины для счастья Мужчине нужно, чтобы его ждал ужин сытный Ну, может быть, и не сытный Для здоровья, да? Сытный должен быть завтрак, правда? Правда Должна быть забота и тепло Это чисто символически, да? Чтобы вам было всегда уютно И женскими руками повешенный шарфик Смотря, как в подходе Я знала Я вам желаю это тоже символически Чтобы с вами рядом всегда билось любящее сердце Что-то у него глаза не загорелись, глядя на угощение Может быть, он не голодный, но очень интересно Маленький вопросик Геннадий хотел бы узнать Слушай, у нас дача недалеко от Москвы Хотел бы узнать Ну, как бы мне нужен, так сказать, такой помощник Нам нужно достраивать баню Правильно И хотел бы, да, вот узнать Что вы можете Можете ли вы держать Руками Молоток, да Можете Какой районе Это самая дача? Так Серьезный разговор Одинсоцкий район Прекрасный район Прекрасный Да Понятно По столярке от молотка до фуганка Могу держать Прекрасно Прекрасно Я даже не знаю, что такое фуган Это типа рубанка Я понял Это не фугас, точно Проходите в свою комнату Спасибо Понравилось, Рауза? Пришла домашняя женщина Вкусным угостила Как это приятно Послушайте, не важно Погружается она с акваланком Не погружается Не погружается Какая разница Она может погрузиться в душу так Вашего друга Акваланг пирожками заправлять Надежда Ты представляешь, вот он будет нырять Он же такой спортивный весь Ну, возможно, если он будет нырять Пирожки будет печь Что ему скучно станет Восточные женщины Соображают, что такое муж, семья Уважение к мужчине А я тоже соображаю Но почему-то географические направления Смотри, Санкт-Петербург Сочи И Подмосковье На чем остановиться? Геннадий, вам Рауза понравилось? Вы загрустили как-то? Или мне кажется? Ну Настоящий товарищ Он и есть настоящий товарищ Потому что как раз выражает мои мысли То, что именно я почувствовал Что именно вот такая сторона Именно вот хозяйственная Бытовая Очень подкупает Вот для того, чтобы вы это кушали Как мы еще Бабуль говорил По-русски вам перевожу Что муж принесет То жена и поднесет Извините, чтобы вот это покушать Вы все сделаете Сначала баню выстроите Все, что надо, вы сделаете Потом только за стол сядете Слушай, а что, разве должно быть по-другому? Конечно Конечно Так что все отраслабились они Ну а потом, конечно После того, как баню построите Вы еще постель должны показать Что у вас там еще гого И вы соответствуете Ты знаешь Реально у него очень живые, теплые глаза Не могу сказать, что любящие Потому что я первый раз вижу Но у него очень говорящие глаза С точки зрения звездной арифметики Рауза человек замечательный Искренний, горячий Но очень сложно составной В своих требованиях Я думаю, что поэтому Она при всех своих очевидных достоинствах До сих пор не обрела счастья И я покопала свою биографию И поняла, что вот этот символ гороскопа Эта противоречивость Находит отражение в ее мыслях Она говорит Хочу себе кого-то вроде сотрудника МЧС Но чтобы с ним вместе обсуждать Театральные обстановки И вообще, чтобы было душевно То есть она сама рвется Между этими двумя идеалами Если вы готовы быть одновременно И довольно брутальным Напористым И спортивность свою проявлять Не только в бассейне, но и в жизни И одновременно быть очень мягким Тихим, обходительным Если нужно Такое есть Она говорит, как будто знает тебе Умничка моя Я сейчас прям расплачусь Советуйтесь Кому пойдет ваш друг И мы тоже пока посоветуем Слушаю вас Меня рот занят Я все-таки за первую Я за первую За надежду А вы? Мне в Сочи тоже нравится Там просто женщина Она огонек Зажигательная И в то же время Ты с ней найдешь Общие интересы У вас будет много общего Понимаешь? То, что она бегает Плавает Хорошо А вот она будет заниматься Подводным Понимаешь? И тем более Какое-то может быть Совместное дело Ой, как здорово Как приятно Друзья Да, молодец Я очень рада Рекомендую тебя Третий вариант Это вроде как Ты на пенсии Уже глубоко И уходишь Понимаешь? Да Да И понимаешь? Первый вариант У тебя еще есть возможность Какой-то Какой-то Это получается Какой-то старый Начало твоего пути Нового Понимаешь? А здесь Требования такие высокие Мы же тоже Не знаем Я все-таки За первую За надежду За вторую За Петелбоженку Потому что Я видишь Сказала Василиса Что это Не совсем Не совсем Потому что Тип твой получается Блондинка Нет, ну я самая яркая Женщина Из этих трех Вот смотрите Надежда хороша На самом деле Ну ей может Наскучить Например Вот такая вот Активная жизнь И она захочет В красивых платьях Выходить и гулять По набережной И она скажет Геннадий И тебе бы хорошо Прикупить бы Светлый костюм Шляпу красивую Погулять со мной У меня есть белый костюм Мария подстроится Под любого Геннадия Нужно погружаться Она будет погружаться Гулять по набережной Будет гулять На даче То есть в Марии Совмещено все Все желания Она будет выполнять Потому что для нее Очень важен сам факт Выйти замуж Рядом Чтобы был приличный мужчина Рауза Это она вам расскажет Что она хочет Гулять Или вам пора заняться Дайвингом Или достроить баню А сейчас пришли родственники И мы будем стряпать Вот эти вот беляши Поэтому выбирайте С Надеждой Хай-класс С Марии Первый класс А с Раузой Космос Ларисичка Я тебя обожаю Меня прочитали Вообще просто на раз Что Василиса Что Ларина Продолжая Твоё Твоё изображение Картинками Я тоже так скажу Семейный круг Может стать С Марией Спасательным С Надеждой Ошейником А с Раузой Нимбом Мученика Про ним Мученика Это красиво Я к сожалению Не смогу сказать Так красиво И даже возможно Получится что-то Не совсем приятное Все три женщины Достойные Для каждой Есть тот срез Мужчин Тот склад Мужчин Который им подойдет Но я в гороскопе Ни у одной из них Не увидела Что ей нужен Упорный Спокойный Выдержанный Серьезный Достаточно ответственный Но несущий ответственность В основном Перед своими друзьями Перед своими делами Человеком Каким вы являетесь Такого Самого настоящего Тельца Как вы Из них не желала бы Ни одна Поэтому я не могу Ни одной из них Вас посоветовать Но это Слушай Но это искренне И тут Это не говорит О вас плохо Это не говорит Плохо о них Никак Но я не вижу Здесь хорошей пары В общем Слушайте себя И свое сердце Оно вас точно не обманет Проходите туда Куда решили Мы вас поддержим В любом случае Вот вы уезжаете в Америку Я уезжаю в Америку Никого не знаю Ни язык Ни знакомых Ничего Я пошел работать На высотных зданиях Мылохна Пошел учиться На ювелира И в один прекрасный день Пришла полиция И меня выставили Из дома Я приглашаю всех Выходите Давайте Геннадия поддержим Ой Неужели Вы меня услышали Вы меня почувствовали Это не я Это душа моя Ой Можно я его поцелую Ой Я очень рада У нас есть пара Мария и Геннадия Если вы одиноки Или вам понравился Кто-то из участников Сегодняшней программы Пишите на сайт Первого канала А я Лариса Гузеева Желаю чтобы Любимый человек Обязательно сказал вам Давай поженимся Рада за вас Удачи